Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге «Деяния апостольских» мы обратимся к пятой главе. В конце четвертой главы Евангелист Лука сообщил читателю о том, что в первые годы после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа христианская община Иерусалима поддерживала жизнь бедных и нуждающихся, да и вообще всех членов общины тем, что продавала землю, ну, по крайней мере, те, кто владел землей или еще какими-то большими ценностями, все это продавали и разделяли между членами общины. Ну, какое-то время, как мы понимаем с вами, это могло продолжаться до тех пор, пока не кончились бы земли и не кончились бы средства, вырученные от продажи. Ну, предполагалось, предполагается, что христиане Иерусалима ожидали, что в какое-то прямо совсем близкое время наступит второе пришествие Христова и беспокоиться о том, что будет есть вся вот эта община христиан, которая всю свою землю продала через год или два, ну, беспокоиться об этом считалось не необходимой. Но это бы еще в каком-то смысле полбеды. В пятой главе здесь Лука рассказывает нам о некоем человеке, Анании и его жене Сапфире, которые тоже продали свою землю, продали имение. И тоже, как и остальные, принесли к ногам апостолов вырученные средства, но не все, но не все. Утаили часть из цены. Анания, сведом своей жены Сапфиры, часть куда-то там в заначку положил, а оставшиеся принес и положил к ногам апостолов. Делая вид, заметьте, что это все, что это все деньги, которые он выручил за свое имущество. Судя по дальнейшим событиям, на самом деле у него была вполне возможность сказать, что, ну, вот, знаете, мы продали столько, я вот столько заначу, а остальное вот пойдет на нужды общины. Приобретенная тобою не в твоей ли власти находилась, говорит ему потом Петр, имея в виду, что, ну, ты мог прямо сказать, вот как есть. В конце концов, если ты боишься, что не случится второго пришествия, и еще деньги понадобятся, ну, давай обсудим, давай помолимся об этом. Разные, возможно, пути. Только не тот, который избрал Анания, который врет, который делает вид, что он вот пожертвовал все. Тоже, надо сказать, очень и очень поучительную историю. И, смотрите, Петр упрекает его, говоря, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому?» Действительно, это вполне сатанинская идея обманывать Бога, врать Богу, потому что Богу невозможно обмануть, Богу невозможно соврать. Только если сатана в Бог человека толкает, вот может он пойти на такую очевидную нелепость, которую делает Анания и Сапфира. «Зачем ты это положил в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Ты солгал не людям, а Богу. И вот обстановка в христианской общине такова, что услышивают слова Анания «падает замертво». Падает замертво. Здесь много есть разных гипотез. Некоторые говорят, что вот там от ужаса, что его застукали и раскрыли, у него там тромб или сосуд в мозгу пережался, ну, какие-то там физиологические механизмы, связанные со стрессом. Ну и да, наверное, все это имеет некоторые основания. Но по большому счету для евангелиста не это важно, а важно, что присутствие Духа Святого в общине имеет место быть самым непосредственным образом. И человек, лгущий Духу Святому, немедленно оказывается перед всей обнаженной правдой о себе и своем поступке. И это та правда, которую человек вынести не может. Упадает замертво. Не то, чтобы Петр ему сказал «умри». Ну, потому что часто тоже разные читатели удивляются, зачем Петр его убил. Петр его не убивал. Нет. Петр предъявил ему, как есть ситуация. Трудно сказать. Может быть, весьма вероятно, что Дух Божий дал Петру возможность заглянуть, так сказать, вглубь, в сердца и понять, что происходит. Может быть, какие-то у этого есть и более прозаические объяснения. Не так важно. Важно, что предъявление правды и смерть. Вот такая причинно-следственная связь. Постепенно, по мере дряхления церкви, подобного рода вещи становятся реже. И предъявление правды у христиан чаще вызывает не раскаяние до смерти, как у Анании, а возмущение и обиду. И мы поэтому начинаем сразу отругиваться. Какие-нибудь там говорить слова, типа сам дурак. Тоже поучительно про себя это знать. Далее, евангелист Лука рассказывает о том, что ровно то же самое происходит с Апфирой, женой Анании. Причем Петр-то пытается что-то с этим сделать. Он пытается дать ей возможность не разделить участь Анании. Он ее спрашивает, за столько ли вы продали землю? Да, ожидая, что она скажет, что нет, не за столько, еще вот там 100 рублей. И снова Петр предъявляет правду, что это вы согласились искусить Духа Господня, и она упала замертво и спустила Дух. Нет, здесь нет умысла ни со стороны Петра, ни тем более со стороны Бога. Здесь есть выступающая на поверхность, бросающаяся в глаза очевидная несовместимость лжи и жизни. Это то, в общем, о чем мы предпочитаем не думать или думать пореже. Ну и, конечно, Лука пишет, великий страх объял всю церковь и всех слышавших эту историю. Ну и на этом разговор про общность имуществ в сущности заканчивается, потому что дальше ее значение постепенно начинает сокращаться. Руками апостолов же совершались знамения и чудеса, и у христиан, как говорится, все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. То есть христиане, преломляя по домам хлеб, как мы знаем, регулярно собирались, тем не менее, в Иерусалимском храме в притворе Соломоновым для того, чтобы славить Бога. И, с одной стороны, было очевидно, что вот эта вот толпа, это и есть христиане, а с другой стороны, из посторонних никто не смел пристать к ним. Для того, чтобы войти в это единство, требовалось, по-видимому, исповедание Иисуса Христа Господом и Мессией Израиля. И такова была сила этих молитв в храме, что когда христиане возвращались, люди из храма, из дома молитвы, люди там больных на улицу выносили, чтобы тень Петра на них их осенила. Вот тоже ведь удивительная ситуация. Люди готовы вполне воспользоваться чудесами, но не готовы присоединиться к вере этих людей, к молитве, которая обращена к Господу Иисусу Христу, как к Спасителю и Избавителю мира. Вот такой вот тоже своеобразный, характерный именно для этого периода феномен, когда христиане вполне на это идут. Никто не говорит, что вот вы покреститесь, а тогда мы вас будем тенью осенять и исцелять ваших больных. Нет, ничего подобного. они идут, славят Бога, потом возвращаются домой, преломлять хлеб, потом там на служение Слова и так далее. И не связывают получение чудес, обретение знамения чудес, вот с каким-то личным вероисповедом людей. Это неожиданно. Это так далеко не всегда бывает в церкви. Ну, вот тогда так. Теперь дальше евангелист Лукас 17 стиха рассказывает о том, что первосвященники, и первосвященник, и вся вот эта вот публика, принадлежащая к ереси саддукейской, они исполнились зависти. Как это так? При дворе в Соломоновом все смотрят, слушают, как христиане молятся, а там в это время во дворе Израиля саддукеи подрываются вообще с нездешней силой, прославляя свою мудрость, хвастаясь своими достижениями и так далее, а на них никто и не смотрит. А все торчат в этом притворе Соломоновом, ожидая, что там тень Петра упадет и совершится чудо. Поэтому они хватают опять апостолов и сажают их в темницу. Сажают их в темницу. Ну и вот ночью неким непостижимым образом ангел-господень отворил двери темницы и вывел их. Ну и эпоха чудес, эпоха знамений. В каком-то смысле ничего удивительного. Важно обратить на себя внимание, что ангел-господень говорит апостолу. Он им повелевает Идите и встав в храме говорите народу все эти слова жизни. Говорите народу вот все эти слова жизни. Слова о том, что Иисус есть тот пророк, который послан вместо Моисея. Иисус есть избавитель Израиля, тот через кого явлена любовь отца. Иисус есть тот, кто дает нам закон новой Тору Мессии вместо устной и писанной. Он тот, кого убили религиозные власти, и он тот, кого воскресил Бог. Вот это слова жизни. Вот это слова жизни. В кратком виде есть такое слово греческое керигма. Краткий смысл, краткое содержание возвещения. Вот оно заключается вот в каких-то таких простых вещах. Это слова жизни. Ну, тоже за прошедшие с того момента две тысячи лет мы совершенно отучились говорить слова жизни, говорить об Иисусе Христе. Мы гораздо больше говорим о своих традициях третьестепенных, о каких-то подвигах непрошенных, в том смысле, что никто не просил нас их совершать, мы их себе сами выдумали и так далее. Это не слова жизни. Понимаете, вот церковь нужна для того, чтобы говорить слова жизни. Ну, и выведя, дав им это поручение, ангел выводит их из темницы, и они утром, прямо утром после этого идут в храм, все в тот же притвор Соломонов, и там начинают учить, говорить все сии слова жизни, пересказывать учения Господа Иисуса Христа, говорить о том, что, а вот Иисус сказал нам о наших отношениях с Богом нечто. Ну, и, в общем, до некоторой степени иронично выглядит дальнейший рассказ Луки. Он говорит о том, что служители завтрак, наверное, им принесли в эту самую тюрьму, камеру, отперли, а там пусто, а замок заперт, и они бегут к первосвященникам, говорят, никого не нашли в камере, она была заперта, и как же так, в это время кто-то приходит и говорит, ну, как, вот те, которых вы заарестовали, они там, значит, вот в храме стоят и учат народ. Ну, правда, без улыбки трудно читать этот рассказ. У Луки есть несколько таких мест в деянии, где действительно он с известной ироничностью повествует о событиях, не считая совершенно на это зазорным. И вот тогда стражникам поручают привезти апостолов без принуждения. Ну, привели, ну, поставили. В Синедрионе им говорят, не запретили ли мы вам накрепко говорить о имени Сем? Мы же вам запретили, вы хотите навести на нас кровь того человека. Ну, во-первых, заметим вот это выражение того человека. Дело в том, что в ранних слоях талмудической традиции Иисуса называют по имени, упоминают. Но где-то, пожалуй, в первой четверти в середине второго века, ну, то есть, чуть больше столетия после описанных событий, у авторов талмудических текстов и тех преданий, из которых потом будет эта традиция фрагироваться, возникает такая руководящая идея не упоминать имени Иисуса. Они его не вычеркивают там, где оно есть в ранних текстах, но стараются избегать его упоминания и говорят о нем тот человек. Тот человек. Вот здесь в рассказе Луки мы видим, что это такая идея или способ выражаться характерен уже очень рано для первосвященников Саддукеев, которые не хотят ни в коем случае называть вслух имя Иисуса Христа. Это тоже так бывает, когда какие-нибудь правители, зная, что они на самом деле неправы, да, по принципу знают кошки, чем я съел, тоже боятся упоминать вслух имена тех или иных людей. Вот как-то так здесь. И еще они говорят, вы хотите навести на нас кровь того человека. Понимаете, в Евангелии говорится о том, что те пара сотен человек, которые собрались на Крохотной площади перед дворцом Пилата, там на вопрос Пилата царя ли вашего распну, отвечают нет у нас царя, кроме Кесаря, и кровь его на нас и на детях ваших. Ну, обычно христианские проповедники бесстыдно врут, что это, дескать, имеет отношение ко всему Израилю, что без сомнения чистой воды неправда, не было там никакого всего Израиля, там был человек двести на этой площади. И вот в восприятии Садукеев мы видим, что они на самом деле думали, что как-то оно так рассосалось, и никто не виноват, что они там где-то кого-то подбили, что-то возмущенное вскрикнуть, одни кричали это, другие кричали осанны сына Давидова, и вообще непонятно, что творилось, и мы тут ни при чем, мы тут ни при чем. Он говорит, вы хотите навести на нас кровь того человека, ведь апостолы же говорят, обращаясь к народу. Начальники ваши распяли его. Начальники ваши распяли его. И видно, что Садукеев всерьез опасаются прозрения народа, который скажет им начальники, а вы что вообще сотворили? И снова Петр говорит на этом, должно повиноваться более Богу, нежели человеком. И вот Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили. Вы умертвили, это ваше дело, ваш выбор, ваша ответственность. Вы умертвили, повесив на древе. А Бог возвысил его в начало и спасителя, начальника и спасителя в синодальном переводе, чтобы дать Израилю покаяние, прощение грехов. Вот зачем. Бог возвысил Иисуса, восставил его из мертвых, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Не для того, чтобы кого-то попрекнуть, а для того, чтобы дать покаяние и прощение грехов. Будут смотреть на того, которого пронзили, и рыдать каждое племя отдельно. И тогда сокрушение сердца даст им прощение грехов. Вот в этой логике пророка Захарии приблизительно говорит здесь апостол Петр. И еще один важный момент, он говорит свидетели ему, свидетели Богу, который дал Иисуса в начальнике и в начальника и спасителя. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Мы, потому что, говорит апостол, мы об этом свидетельствуем, проповедуем, мы это видели, мы это приняли, что это так. Но и действия Духа Святого, которое совершается в сердцах у веровавших, это действие тоже свидетельство об Иисусе Христе, о том, что Христос начало жизни и спаситель жизни. Ну, можно только посочувствовать бедным садукинчикам и прочим синедрионам, потому что, ну, вот, они бы их зубами бы разорвали, понимаете, на мелкие кусочки, но, ну, нечего сказать, вот, нечего, и обвинить их не в чем, чтобы осудить. И вот в этот момент замечательный совершенно человек, фарисей по имени Гамельил, уважаемый всем народом, опять же, приказав вывести апостолов, говорит очень поучительную вещь. Он говорит мужи израильские, ну, что вы, ничего мы не можем с ними сделать. Если это от Бога, мы их не победим. А если это не от Бога, оно само развалится, без наших усилий. Ну, он вспоминает там Иуду Гавланита, других псевдо-мессий, которые там с достаточно большой регулярностью приходят, и многие из которых известны, памятны членам Синедриона, вот он говорит, отстаньте вы от этих людей, отстаньте, оставьте их. Если это предприятие от человеков, оно разрушится, а если от Бога, смотрите, чтобы и вам не оказаться Бога противниками. Ну, это поразительно мудрая мысль. Удивительно, что урок, в общем, не пошел впрок. Ни Синедриону, который продолжает с маниакальным упорством преследовать христиан самыми разными средствами, ни самим христианом, потому что через пару-тройку сотен лет после этих событий христиане, которые тоже, в общем, превратились к этому моменту в Синедрион, тоже повадились откручивать головы тем, кто говорит и думает не так, как им хотелось бы и учит о Боге что-нибудь не такое, чего? Члены каких-нибудь собраний хотели бы. Но среди христиан не находится Гамалиила, который скажет, если это мнение от Бога, не противьтесь ему, а если это мнение ошибочное, оно само разрушится. Нет, нет. христианам по зарезу, начиная с 4 века, надо самим разрушить собственными руками те мнения, которые они считают неправильными и те свидетельства и положиться на Бога вот по модели раби Гамалиила оказывается нам не под силу. Это полезно то, что вспоминать, когда мы начинаем превозноситься над фарисеями вот в зеркало как это не лучше ли на себя к ума обратиться. Ну и вот Синедрион отпускает апостолов, ну не может просто отпустить, поэтому их сначала бьют, потом запрещают им говорить об имени Иисуса и отпускают. Замечательная вещь в 41 стихе Лука пишет. Они же пошли из Синедриона радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Блаженны вы, когда будут гнать вас за имя мое. Вот они радуются, когда за имя Иисуса удостоились принять бесчестие, потому что это значит, что действительно имя Иисуса наречено над ними. Иисуса